Вот, кстати говоря, не всегда так очевидно в историях с современными технологиями, случилась революция или нет. Помнишь, Элин, появился WhatsApp, и не было тогда ощущения, что на рынок вышел какой-то значимый продукт для обмена информацией. Да, и случилось это, кстати, ровно 10 лет назад. Предлагаю вспомнить, как WhatsApp из небольшого приложения скромненького стал гигантом рынка. Слово нашему обозревателю Дмитрию Блиникову. WhatsApp — английский каламбур, основанный на фразе WhatsApp — что новенького, и где вместо App написано сходное по звучанию App — Application — приложение для смартфонов. И 10 лет назад украинец Ян Кум создал что-то новенькое в диджитал-пространстве. Первое приложение появилось в App Store спустя месяц, и тестировать его Кум дал своим друзьям. Те остались в восторге, но число пользователей никак не росло. Разработчик было опустил руки, но тогда его спасла корпорация Apple. Нет, она не инвестировала в стартап миллионы, а просто ввела в iOS новую функцию. Пуш-уведомления. Когда пользователи меняли статусы, программа рассылала пуш-уведомления контактам из записной книжки. Американцы распробовали фишку и стали использовать приложения, чтобы показывать обновленные статусы друг другу. Тогда только за месяц WhatsApp установили на 250 тысяч телефонов. 10 лет назад люди не знали, что такое мессенджер. Ян Кум и со-основатель WhatsApp'а Брайан Эктон, сами того не осознавая, создали полноценную альтернативу SMS и MMS. Вторая версия приложения была уже полностью привязана к отправке сообщений. Так как WhatsApp опирался на 2G и 3G технологии, это позволило пользователям обойти постоянное ограничение мобильных операторов и высокую стоимость услуг. В 2011 году WhatsApp забрался на вершину топа программ для iOS, а на Android его загрузили 10 миллионов раз. WhatsApp сначала нанес первый удар, убив SMS, а потом и второй, сделав общение кроссплатформенным. Неважно, какой у тебя был гаджет, BlackBerry, iPhone или Android, общение не прекращалось. 19 февраля 2014 года Facebook купил WhatsApp за 22 миллиарда долларов. Это помогло выйти на новые рынки Бразилии, Индии и закрепиться прочно в России. К 2017 году WhatsApp пробил свой миллиард пользователей. А теперь замахивается уже на полтора, но пришла другая беда. С одной стороны атакуют фейки и липовые новости, с другой — на скоростной телеге мчит Павел Дуров. Удастся WhatsApp-у дожить до 20-летия? Посмотрим в 2029-м.